Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас на канале гость, его зовут Тимур. Отличный парень, мой старый знакомый, друг, который занимался очень многими успешными проектами, но теперь он с нами на криптовалютном рынке. И вот мы хотели бы послушать сейчас, давайте послушаем, что скажет Тимур, расскажет про себя, почему он пришел на этот рынок и какие он перспективы видит в дальнейшем. Слово от тебя, Тимур. Всем салям. Ну, как вы поняли, меня уже, меня зовут Тимур. Ну, вкратце о себе рассказать. Ну, такой же человек, как и все, работаем, вертимся, как бы. Раньше, скажем так, все мы слышали про криптовалюту, но все относились к ней с опаской до определенного момента. Ну, потом Абель, я с Абелем встречался по теме OneCoin, как бы много чего интересного по блокчейну узнал, как бы начал увлекаться, по-моему, года 3-4 назад было, очень давно. Ну, и потом начал присматриваться к этому рынку, но все равно сторонился. Ну, не то, что боялся, просто, может быть, не до этого было. Хотя, знаешь, сейчас я очень сильно об этом жалею. Вот. Но активно начал присматриваться где-то, 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 сейчас скажу, в сентябре месяце. Я тогда первые сатошки купил по битку. Ну, тогда я про биржи и все прочее особо, скажем так, не знал и не увлекался. Поэтому у одного знакомого купил сатошку. По-моему, я сейчас на 1000 долларов 0,3 или 0,3,5 сатошка взял. До сих пор храню их в кошельке, кстати, не трогаю. Вот. Потом решил заняться трейдерством. Ну, по трейдерству еще давно занимался, даже не то, что занимался. Опять же, это было мое хобби по Форексу. Вот. Еще в те времена далекие и лихие увлекался прочими паттернами, теханализом. И решил попробовать это все в криптовалюте. И, кстати, все те, кто раньше вторговали в Форексе, уже сейчас активно сидят в криптовалюте. Вот. Так, ну, вкратце, наверное, про текущую ситуацию расскажу по крипте. Вы не обращайте внимания, что я смотрю. У меня просто два монитора стоят, и я тут слежу за графиками своими. Вот. И, ну, в общем, ситуация такова. 99% людей говорят, что биткоин – это пузырь. Ну, они не говорят про другие криптовалюты, потому что они все знают, что такое биткоин. А что есть еще 1350 с лишним других валют, они как бы ни сном, ни духом. Ну, так вот. Да, биткоин – это пузырь, на самом деле, очень большой, раздутый. Но, наверное, самое важное то, что он лопнет не сегодня, не завтра, не через год. Ну, кто-то даже из известных личностей предрекал, что биткоин – пузырь и лопнет где-то лет через сто. Не помню сейчас кто, но где-то писали. По-моему, даже на криптономаде писали в чате. Так вот, если он лопнет через лет сто, да я буду рад, как бы меня уже не будет в этом свете. Но все мы успеем заработать. Недавно даже у меня вот в Фейсбуке я там небольшой теханализ решил свой канал так через Фейсбук раскрутить, написал. И мой старый друг, еще в универе учили с ним, начал писать такие злостные комменты, что это же пузырь, это же хайп, это же прочее. И поначалу, если честно, я немного разлился, хотя трейдер вообще не должен, как бы, показывать эмоции. Ну, я начал ему что-то доказывать, потом думаю, ну, зачем мне это надо. Вернемся к этому разговору, когда он будет стоить 50 тысяч за один биток. Как бы я до сих пор этого придерживаюсь. И то, что сейчас в СМИ активно рекламируют, даже, ну, да, в принципе рекламируют, потому что я думаю, что многие СМИ это делают при подаче правительства, всех банков, потому что банки и правительство видят очень большую угрозу в криптовалюте. Угроза их заключается в том, что она неконтролируемая. То есть, первое, это уклонение от налогов, наркотрафик, покупка оружия и все прочее. Да, как бы, это негативные стороны криптовалюты. Но, с другой стороны, правительства запрещают пользоваться криптовалютой. Например, Китай. Вообще закрылись, скажем так, и биржи, и ICO-шки. Позиционируют тем, что народ перестает пользоваться банками и начинают активно использовать криптовалюту. На самом деле, я сам тоже недавно использовал. Мне нужно было в Штатах заказать. Через PayPal, да, как бы можно оплатить. Но я друга попросил, он, как раз, в Нью-Йорке живет, сказал, давай, купи там то-то-то, и я тебе закину лайткоинами. Ну, как бы, 10 минут, и комиссия всего 2 бакса. Так вот, криптовалюта сейчас живет и дышит, и даже не намеревается умирать. В ближайшее время это точно. И то, что сейчас биткоин упал до 10 тысяч, это абсолютно нормальное явление. Те, кто, как бы, в курсе и с биткоином дружат хотя бы минимум пару лет, они знают, что эта ситуация повторяется ежегодно в январе месяце, так как закрытие финансового года, потом начало нового финансового года, плюс китайские праздники, ну и плюс еще, сейчас такая фишка пошла, как Южная Каринка, как бы Юго-Восточная Азия очень активно любит манипулировать рынком, запугивая своими новостями. Скажем так, через день-два приходит опровержение, либо корректировка к этим новостям, но суть остается одна. Все те, кто новички, они покупают, купили вот биткоин в декабре месяце за 15-16 тысяч, и когда он в январе начал просто медленно падать, начали сливать активно. Ну, с одной стороны, радует, что есть такие люди, потому что мы можем зато закупиться по дешевке. И добавлю напоследок тем, кто намеревается войти в рынок криптовалют, купить биткоин и сомневается. Именно сейчас, скажем так, сейчас, это сегодня, завтра, ну, ближайшую 2-3 дня максимум, цена будет идеальная для входа, правда, я не знаю, кто вам продаст по такой цене. Дальше просто будет рост, это однозначно. А вот, Тимур, у тебя вот сколько направлений именно, или у тебя только вот трейдерство? Больше ты ничем в криптовалютном рынке не занимаешься? Ну, сейчас я активно занимаюсь трейдерством, как бы, мне это приносит огромное удовольствие, когда начинаешь изучать монету, проводить анализ, если твой анализ, теханализ, фундаментальный анализ оказывается верным, и эта монета взлетает, пусть даже на короткий срок, и ты успеваешь вовремя продать ее и обратно перезакупиться на низах, это просто обалденный кайф. Ну, конечно, никогда у тебя 100 баксов на счету, но хотя бы, когда ты оперируешь 7 тысячами или 10 тысячами долларов, и малейшие 30-40 процентов колебаний за 24 часа, я считаю, это очень хорошая прибыль. Ну, да. Вот. Ну, кроме трейдерства, я еще начал вести свой канал в конце декабря, прямо перед Новым годом. Кстати, да, я, наверное, скоро буду вести тренинг, как раскрутить свой телеграм-канал меньше, чем за месяц, и набрать более 500 подписчиков без рекламы. Кстати, ссылку на канал, друзья, я оставлю внизу под видео. А, Тимур, скажи, пожалуйста, какие ты видишь перспективные монеты, что бы ты посоветовал бы прикупить в данный момент? Это так, в данный момент, кстати, когда ты видео опубликуешь, что бы это было актуально к этому моменту? Сегодня, да. Стеллар советую купить. Я как раз себе на канале по нему теханализ большой готовил, очень большой, то есть все новости, которые были за последние два месяца, текущие все собрал воедино, плюс по теханализу. Не скажу, что он завтра-послезавтра сделает 2 икса, но к лету можно ожидать минимум 3-4 икса. Помимо Стеллара, это XLM, еще советую присмотреться к токену IOS Token. IOS Token или IOST. IOS? Нет, она, в общем, IOST. А, IOST. Да, да, есть на Binance, буквально недавно я по ней готовил, до того, как она взлетела, анализ, и плюс я подготовил какой-то сигнал на покупку своим подписчикам, сделала 2 икса за 24 часа. Как бы жалею, что я не всей котлетой зашел. А, понял. А, Тимур, а что ты скажешь, вот твой прогноз насчет биткоина в этом году, скажем, к концу 2018-го, какая цена будет? Между 50 и 100 тысячами. Это ты уже говоришь, как бы, ты уже сделал тут фундаментальный анализ, да, полностью? Ты уже так уверен, да, считаешь? Тех анализ я не делал, потому что это нереально сделать к биткоину с текущей ситуацией. Хотя нет, это реально. Если брать волны Эллиота, ну, там, короче, да, около 70-100 тысяч долларов показывает. Но по анализу, да, сейчас просто рынок жестко дампует из-за этих дурацких фьючерсов. Как бы нам теперь их не избежать, но в любом случае многие уже не будут на повышение играть и на понижение, поэтому биток будет расти. А как, что ты думаешь насчет биткоин кэш? Биткоин кэш, скажем так, это такой тихий шпион, который в свое время стрельнул. 26 декабря, по-моему, очень хорошо до 4 тысяч дошел и потом ушел в подполье. На самом деле, эта криптовалюта, мне более перспективной кажется, чем сам биткоин. Ну, во-первых, время транзакции, комиссия и плюс, скажем так, возможностей у нее гораздо больше. Хотя, кстати, биткоин вот сейчас, благодаря Сегвиту, уменьшил время транзакции и комиссию, самое важное. Ну, в общем, я не знаю, Роджер Вер говорит, что биткоин кэш вырастет к лету. Ну, не 2 икса, но хотя бы до 4,5 он сказал, что доведет. Но хотя тут некоторые трейдеры, знакомые с Москвы, они говорят, что к весне, возможно, ближе к лету будет 8,5 стоить. А что ты, чтобы ты ответил на такую фразу, как Get rich mining or die hard trading? Я сегодня читал это, даже лайк не поставил. Нет, по сути, майнинг это обалденная вещь, ну, кому как, как бы. Я в свое время тоже задумывался насчет майнинга, но потом передумал, как бы. Ну, нужно либо иметь хороших ребят, то есть команду, которой будет им заниматься. Ну, грубо говоря, твои рабы, которые будут 24 часа следить за твоими асиками. Но трейдерство мне по душе, потому что делаю это в свободное время, на телефоне стоят все алерты, то есть в случае чего там через телефон можно продать, купить. Ну, а майнинг, майнинг это круто, по сути говоря. Когда у тебя есть рабы, которые добывают, следят за этой техникой, добывают и тебе бабки капают. Чем-то напоминает золотую лихорадку в свое время. Ну, я больше по трейдерству, наверное. Хотя я, Абель, поспорю с этим выражением, если постараться, на трейдерстве можно гораздо больше заработать. Но это, опять же, так же можно и профукать, а при майнинге особо и не проиграешь. Все, понял. Все, спасибо. Друзья, с вами сегодня был Абельбек Наримбаев и... И трейдер Тимур Шерездан. Все, до новых встреч.